здравия желаю колсил рекон один общая длина 238 миллиметров длина клинка 102 миллиметра толщина клинка три с половиной миллиметра сталь house 8 а покрытие тефлон рукоять g10 замок 3 adlock вес 147 грамм произведен нож тайване и судя из характеристик все поняли что эта модель не новая она старая уже восемь лет как не выпускается но даже если кто-то захочет купить современную новую модель я думаю этот обзор будет весьма полезен потому как разница между ними практически никакой нет основное отличие это марка стали и сегодня подозреваю будет не самое короткое видео потому как нож довольно известный можно сказать культовый не побоюсь этого слова даже легендарный и как всегда будет мнение его рабочих свойствах разборка сравнение с другими ножами особенно я его буду сравнивать с его собратом call steel voyager хоть у меня лично сейчас его с собой нет но довольно долгое время я им владел и как и в тесте этих ножей я их как бы сравнивал хоть их рядом и не было в кадре voyager но я их сравнивал по ощущениям так и сегодня буду очень часто упоминать call steel voyager recon 1 в моем понимании это как мульти инструмент но чтобы резать это однозначно не про него этим ножом вы можете как резать так и ковырять скоблить протыкать прокалывать отгибать что-то даже можно кое-что подрубить универсальная модель особенно с таким типом клинка которые можно делать практически все но вначале самая любимая моя часть всех обзоров это история модели история создания посмотрим как она эволюционировала на протяжении лет река на 1 берет свое начало от ножа с фиксированным клинком который вы все опять же также знаете реконтанта он уже был в каталоге 1993 94 годов начало выпуска складной версии 2001 год модель отличалась от современной как внешне так и конструктивно имелось три разных клинка на выбор а также полусеррейторные варианты а теперь зачитаю описание ножа как компания сама его позиционирует из каталога 2001 года наши новые тактические складные ножи река на 1 несомненно установят новый стандарт который будет трудно превозойти почему потому что они крепкие как гвозди и режут как цепная пила каждая грань их конструкции была тщательно спроектирована чтобы сделать их максимально прочными долговечными и эффективными клинки изготовлены из нашей проверенной нержавеющей стали aus 8 а рукоятки изготовлены из толстого материала zytel массивно усиленного вкладышами из термообработанной стали и пятью стопорными болтами инновационная технология ультралок подана заявка на патент которая практически исключает поломку замка чтобы дополнить их тактическую миссию мы придали каждому клинку прочное черное покрытие тефлон наши испытания показали что это покрытие дает три основных преимущества при использовании на тактических лезвиях во первых он обладает высокой устойчивостью к царапинам и истиранию охраняя при этом от државчины во вторых он устраняет блики и световые отражения которые могут выдать пользователя в третьих это превосходная смазка благодаря которой клинок скользит даже по жесткому материалу с заметно меньшим трением это означает что вы можете резать глубже и дольше чем с лезвием без теплового покрытия чтобы максимально простить переноску река на 1 мы снабдили каждый нож небольшой и сверхпрочной карманной клипсой это клипса полностью двусторонняя так что левшам на заметку более того ее миниатюрные размеры не натирают и не раздражают ладонь при длительном использовании как это сделали бы клипсы большего размера люблю я читать такие описания когда вот компания так вот детально ко всему подходит а не просто какое-то знаете из из двух слов или вообще никакого описания нет здесь вам и тактические клинки и они скользят прорезают даже клипсе они уделили целый абзац идем дальше и 2002 год немного изменилась текстура рукояти в районе замка 2003 год текстура на рукояти становится более грубой клинки из стали 440 а subzero также изменяется клипса 2006 год возвращение клинкам из стали aus 8 а рукоять из g10 2010 год модель основательно перерабатывается и становится такое которое мы знаем ее сейчас меняется внешний вид замок убираются металлические лайнеры в рукояти клинки формы клиппойнт и танто и в описании ножа практически ничего не меняется добавляется лишь один абзац тонкий легкий острый и невероятно прочный рекон 1 готов и способен помочь вам в вашей следующей миссии далее возвращаемся с миссии в 2012 год семейство расширяется добавляются мини и микро модели также появляется клинок спирпойнт 2013 год появляются excel модели 2015 год меняется сталь на сети с xhp сделать и покрытием и впервые появляются полностью рейтерные версии 2017 год как и на многих других моделях появляется рукояти из цветного g10 и с этого года ножи размеров excel и мини не производятся 2018 год пропадают полностью рейтерные клинки 2019 год сталь меняется на с 35 в н 2020 год текстура рукояти становится более мелкой и гладкой 2021 год вновь появляется мини модели 2022 год и по данный момент без изменений и хочу добавить что уже почти сентябрь 2023 года а каталога этого года до сих пор нет хотя на различных сайтах можно видеть ножи cold steel и те же рекон с оранжевыми рукоятями и разными другими цветами но опять же повторюсь каталога нет и официально это выпуске или нет или на заказ каких-то магазинов я не знаю и практически вначале хочу вернуться к модели voyager почему еще я буду сравнивать потому как эти ножи практически идентичны клинки у них один в один одинаковы как по внешнему виду так по своим режущим и прочим характеристикам рабочим в то время сталь на клинках у них была одна и та же у рекона только было черное покрытие ну и немного другая форма рукояти и плашки g10 у voyager это пластик и что интересно цена у них тогда отличалась тут примерно долларов 20 voyager стоил в районе 60 плюс-минус река на 1 стоил примерно 80 отличие где-то в 30 процентов то сейчас цена река на 1 на официальном сайте call steel 177 долларов voyager 95 практически сейчас река уже на сто процентов дороже чем voyager ну и при выборе между двумя этими ножами цена конечно же сейчас может сыграть очень значительную роль это не какие-то 20 долларов как было раньше а теперь почему же я выбрал эту модель у меня когда-то был voyager я его подарил река на 1 как раз пришел на его замену и почему именно такая старая модель они современная из стали с 35 н все банально цена и тут просматривая барахолки к это часто делаю нашел этот экземпляр старая модель но он был новый он и реально было можно видеть по видео в идеальном заводском состоянии краска не была потерта нигде не на клинке не на клипсе и видно что за . заводская его даже не правили и ничего им не резали но может какую-то там бумажечку разве что поставлялся нож вот такой коробке старого образца сейчас они совсем другие и что интересно на коробке нарисована модель clip point а это как видели танто но здесь указано что это что здесь танто 2 клипсы в комплекте не было это конечно печально но да ладно и сразу начну с клипсы как вы знаете клипсы у колстил это беда это трагедия но не для всех в том плане что не жесткие жесткие трудно садиться на карман трудно снимается рвет карман но рвет это такое а именно посадка на карман очень сложная я даже на своем воде жира подкладывал сюда монетки на спартане я клипсу эту снимал и тупо лупил по ней молотком не мог ее даже плоскогубцами согнуть двумя пришлось бить по ней чтобы выровнять этот кончик клипсы чтобы он стал немного вверх что было посадка на карман нормально хотя бы более-менее комфортно то здесь вот что меня удивило в этом старом ноже это это клипса во первых посмотрите кончик ее загнут вверх нормально нормально загнут она нормально нож нормально садится на карман нормально снимается на современных моделях voyager в том числе этот кончик клипсы загнут уж сильно близко к рукояти что просто очень тяжело посадить она не пролазит через шов то здесь такой проблемы нет и жесткость посмотрите посмотрите на эту жесткость я беру пальцем отгибаю клипсу она отгибается палец у меня не прокалывается на том же voyager который у меня был это сделать нереально реальнее проткнуть себе палец просто до крови чему так отогнуть клипсу поэтому клипса на старых ножах было просто шикарная клипса черная все как я люблю в сочетании черной рукоятью ничего не бросается в глаза на кармане сидит незаметно да она со временем обтирается как и современные сейчас тоже самое это обычная краска ну да ладно не так уж это и страшно комплект идет 2 клипса которая ставится на противоположную сторону далее рукоять а именно плашки именно их текстура и она шикарно она просто великолепно реально я взял в руку этот нож во первых она очень жесткая она агрессивная наждачная g10 с такой насечкой встречается крайне редко возможно на ножах эмерсон еще хотя их я в руках не держал но знаю что она там очень агрессивно это насечка то здесь тоже что-то примерно такое сейчас вот на современных моделях они и сгладили на карман садится более легко все отлично но нет такой цепкости нет такой цепкости хоть я опять же в руках не держал но неоднократно слышал здесь палец он он просто влипает он никуда не проскальзывает насечка ну она великолепна как мокрой рукой так сухой никаких проскальзываний ничего нет и благодаря этой агрессивной насечки нож на кармане сидит очень надежно рукоять имеет такие ярко выраженные под пальцевые выемки и как по мне вот у вояджера если сравнить с вояджером то там они не так выражены их практически нет и это лучше потому как пальцы у нас у всех разные и кому-то они будут как раз именно в пору придутся а кому-то они будут не подходить пальцем уже могут как-то ложиться туда по-другому но мне они особо не мешают если браться вот таким отхватом то рукоять вполне удобно лежит в руке очень комфортно все по уму здесь такой небольшая вот как вот не ямка и такой подъемчик и туда палец классно ложится но минус как и на вояджере как и на всех в большинстве cold steel нет нормальной насечки вот эти пупырышки они ни к чему чисто декоративные такие они палец вообще никак не тормозят он здесь проскальзывает а могли бы вот здесь вот на коромысле замка сделать насечку и это было бы прям очень классное дополнение также отличие рукояти рекона и вояджера это вот эта задняя его часть у вояджера здесь выступ такой как крюк небольшой более ярко выраженный просто удобно зафиксировать нож так вот тремя пальцами и можно уверенно рубить какие-то небольшие ветки ну и достаточно большие тоже то у рекона эта процедура выполняется хуже потому как просто не за что здесь зацепиться также еще чем разнятся рукояти у рекона она более тонкая у вояджера будет на чуть потолще и вот в руке особенно при каких-то строгательных работах если так вот крепко взяться за нож особенно таким хватом ближе к клинку voyager удобнее voyager в руке имя таким хватом будет удобнее просто потому что у него рука рукоять толще и грани здесь у него скуплены больше но в то же время здесь рукоять более тонкая и при переноске это значительно лучше поэтому здесь надо уже смотреть кому что нравится или более тонкий вариант как здесь или более пухлый удобный как у voyager но больше занимает место в кармане помимо такого хвата рукоять также удобно если держаться таким хватом при строгании при какой-то силовой работе максимально близко чтобы взяться клинку палец кладете сюда на эту часть и можно уверенно это делать она нами нают ну не сильно скажем тогда конечно же это не совсем удобно но супер каких-то страданий я не ощутил при работе этим ножом в принципе она нормально и удобно если здесь конечно скруглить вот эту от грань можно пройтись наждачкой по краям то будет работать еще более лучше более комфортно раскрытие происходит за шпенек он двусторонний но можно его выкрутить и поменять стороны местами чтобы было более удобно чтобы длинная часть пинка была здесь и левшам было более удобно его открывать так за эту короткую можно но конечно же не так удобно как за длинную часть почему его сделали не одинаковой длины это мне непонятно открывается удобно беспроблемно вообще и на колсилах узнать у меня инерционно выбрасывать их у меня не сильно получается просто довольно жесткая пружина здесь я его всегда открываю просто так вот спокойно нормально каким-то таким вот действием выщелкивать у меня ну лично у меня это не сильно выходит замок триадло как вы знаете жесткий неудобный для кого-то были у меня разные и есть колстил да на некоторых есть прям очень жесткий как на том же спартане просто надо было двумя руками его нажимать чтоб сложить то здесь он изначально нормальный вообще беспроблемный по механике все отлично никак он палец не нами на эту мне такое нравится я знаете вообще не люблю я когда от сильно свободно ходит нож вот те же axis локи тоже периодически упоминаю я не люблю когда клинок летает туда-сюда мне нужно вот контролировать как-то я привык при открытии чтоб я чувствовал как клинок идет также и при складывании что ты чувствовал что нужно нажать что-то чтобы он сложился мне это как-то вселяет больше уверенно что ли не знаю как сказать вот поэтому люблю а беклоки и триадлоки в частности замок хороший нормальный ну смысле по складыванию да если его открывать возможно 50 раз то палец уже потом заболит вот видно уже такое намятие небольшое есть и будет некомфортно но зачем это делать этот нож не про то это не игрушка открыл поработал нажал закрыл повесил на карман опять же тоже как вы наверное знаете единственная слабая часть этого замка этого здесь в районе этой банки если у нас в раскрытом положении будет находиться в кармане или еще где-то я допустим от тестировал а к 47 я вас закопал в землю вырыл ямку ножом закопал его туда достал так вот если сюда набивается какая-то грязь какая-то пыль ворса с кармана или же там кита песок камушки то при раскрытии он вас просто не зафиксируется сразу потому как здесь будет ну всякая то дребедень которая будет мешать закрытию и замок не закроется но там пару раз постучать и все будет нормально дальше функционировать тоже как знаете при складывании нужно обращать внимание чтобы нож не сложился на пальцы не держать его далеко где-то здесь потому что он опустится как гильотина и порежет вас у меня такое было уже неоднократно здесь даже если вы положите палец примерно в эту подпальцевую выемку даже на ее окончание то при складывании клинок все равно не упадет не порежет вам пальцы он касается также не заточенной частью клинка тоже как знаете есть у них такая вот как болезнь не заточенная часть но сейчас вот на прямых спусках этого насколько я знаю нет этой проблемы затачивает уже до конца по идее вроде как клинок в данном случае это танто сразу скажу что у клинка есть принципе слабая часть это здесь спуске спуске вогнутые поэтому здесь в этой части клинка металла очень мало не только здесь а как и у других ножек он стил на том же спартане и можно видеть часто часто я видел фотографий как спартанов так и реконов с выкрашенной выломанной частью клинка out в этом месте потому как можно загнать нож куда-то там глубоко в дерево или еще куда-то и потом вы даете нагрузку в сторону на излом и выкрашиваться эта часть но опять же если делать все аккуратно если об этом знать помнить то ничего с ножом не произойдет зато вогнутые спуски режут отлично просто шикарно за . из коробки было на пятерочку а то опять с плюсом как часто бывает у колстил режет он просто отлично стружит вообще деревяшки просто шикарно опять же как и многие колстил вгрызается я вот этот сухой бук бывает над которым я мучаюсь иногда на своих тестах кстати кому интересно я говорил или нет ссылка будет в описании к видео на тест трикона по разным деревяшкам и прочим штуковина а также тест вояджера тоже можете посмотреть сравнить что как работает так вот стружит режет он классно мне очень понравилось дорежет на плоскости он понятное дело не очень хорошо из-за этого зуба из-за угла схождения кромок то естественно что резать им именно на доске на плоскости будет вам неудобно но что-либо перерезать в руках как-то разрезать рассекать делает это отлично так что рабочие свойства клинка мне очень нравится клинок толстый клинок мощный и именно в данном варианте танто сохраняет толщину он довольно довольно долго и кончик клинка мощный но в то же время он острый он как и хорошо протыкает что-либо прокалывает так и он довольно крепкий на излом можно ковырять проковыривать там в деревяшках или еще в чем-либо ничего с ним не случится какие еще есть именно плюсы данного типа клинка танто это угол схождения кромок если у вас основная кромка подсела то благодаря этому углу вы все равно разрежете нарежете что-либо или что-либо разрежете он действует как ну по типу серрейтора скажем так один зубчик серрейтора здесь присутствует и вы в любом случае кое-как но вы что-то рассечете также еще знаю что некоторые перетачивают вот этого часть вот этот режущую кромку малую на более большой угол и таким образом эта часть именно для реза а этой можно что-то вскрывать банки какие-то там я не знаю кости не кости рубить что-то такое работать именно по более твердым материалом чтобы кромка не повредилась не выкрашивалась ну вот как клинок выглядит после непродолжительной работы видно что покрытие уже получила повреждения да это тефлон старый он не стойкий вот видно что в районе режущей кромки от строгания я ничего не вскрывал обычно чтобы узнать стойкость клинка я вскрываю консервные банки чисто из интереса то здесь я естественно знал что она не очень хорошая стойкость то смысла скрывать консервы мне не было и вот видно что от строгания уже краска отслоилась на современных версиях такой проблемы нет делся покрытия там просто шикарная конструкция ножа и разборка нож как все знаете состоит из двух плашек g10 никаких металлических лайнеров нет и это плюс облегчение но в прочности нож не потерял все вы наверно видели как подтягиваются на этих ножах даже в каталога call steel есть фотография как там какой-то сержант чего-то там ползет по этим ножам как передвигается как по ручкам и все нормально поэтому я считаю это плюс что они отказались от лайнеров также менее подверженность коррозии меньше металлических деталей но в прочности не потеряла чтобы сжать эти плашки даже вот так вот просто но это это нереально g10 это очень плотный материал очень очень твердый кто не знает ну сжать их просто чтобы они прогнулись это нереально сделать тем более две плашки плюс еще здесь коромысла короче сломать эту рукоять я считаю это нереально сделать конечно целенаправленно можно но как-то случайно у вас ничего с ним не произойдет рукоять стянута двумя винтами с каждой стороны ну и плюс еще дополнительно винты клипсы также ввинчиваются в бэкспейсер и за что я люблю call steel это простота разборки я сейчас сижу здесь видите под этим паровозом и не боюсь что у меня что-то там потеряется что-то не буду долго как-то разбирать какие-то нет здесь никаких пружинок единственная маленькая здесь деталька это штифт маленький который находится внутри коромысла замка его нужно не потерять но даже без него если вы потеряете у меня такое было все будет работать конечно же жесткость чуть-чуть потеряется но все равно работать механизм будет все сиди так чуть плотненько пришлось даже поддеть чуть-чуть отверткой и для неполной разборки ножа для его обслуживания все достаточно вам открутить 3 плюс 2 винта 5 винтов в рукояти и один осевой и можно уже там смазать клинок снять его как-то остальное в принципе разбирать и и не нужно это сейчас я так разберу что просто показать из каких деталей он состоит полностью а так в принципе вот открутили все больше вам ничего не нужно делать я нож еще не разбирал и посмотрим сейчас что находится внутри здесь вот следы ржавчины уже есть ну и видно что вот ржавчина есть на на банке на этой на упорной между клинком и коромыслом ну и вот этот маленький штифт который находится в экспрессере самая маленькая деталь принцип работы замка в восьмом находится по две шайбы с каждой стороны вторпласт и из желтого металла ну не самая толстая значит к но и не тоненькая металлическая средняя по толщине клинок изнутри все толсто все надежно много мяса вокруг осевого да и сам осевой не маленький довольно большой так что осевой узел здесь надежный знаете то я даже полностью не буду его разбирать мне просто лень потом за разбирать собирать и так здесь как я показывал все ясно пружина коромысла все винтики с противоположной стороны которая держит клипсу бэкспейсер поэтому его сейчас просто смажу и соберу для смазки всегда использую масло для швейных машин дешево и сердито вот и вся разборка сборка все просто все понятно как автомат калашникова разбирать никаких пружинок ничего нету ничего не потеряется беспроблемно можно разобрать даже это вне дома по механике кстати все отлично как и было осевой может для себя каждый подстроить по-разному я выбрал такое не самое клинок и не супер летает но и не не прям жестко я люблю такое чтоб чуть-чуть такое среднее было положение момент по люфтам как бывает не то что часто но периодически у ножей колстил имеется вертикальный люфт здесь его нет допустим был у меня код 4 там он был существенный такой нормальный это была одна из причин почему его продал меня это просто как-то напрягало в надежности это никак не сказывается но знаете такой момент тут есть то здесь вертикального люфта нет вообще горизонтальный может какой-то минимальный может если подкрутить осевой он будет меньше не знаю узнать и сейчас подкрутил осевой еще сильнее и все равно даже клинок уже под своим весом практически не падает все равно такой горизонтальный люфтик есть вот какой он был такой он и есть как бы совсем небольшой затем на уровне ощущения бы сказал но все-таки есть но вертикального как не было так и нет а теперь небольшое сравнение с другими моделями spider katina 6 викторинок sentinel с рк т хисацию 0 толеранс 0 350 с рк т м 21 колстил ака 47 колстил спартан а теперь подытожим что мы имеем в своем классе как по мне это один из лучших ножей именно тактически ножей такого плана мощная надежная прочная он довольно тонкий что способствует его хорошей переноски как в кармане так и где-либо на себе также что немаловажно его вес в районе 150 там 147 грамм для такого большого ножа это очень небольшой вес кстати voyager весит 136 грамм немного меньше на 10 грамм но это практически незаметно тоже классный вариант занимает мало места всего лишь 150 грамм веса но при раскрытом положении у вас в руках полноценный нож плюс прочный замок можно им делать даже всякие непотребства как я часто упоминаю которое не нужно и нельзя делать другими ножами рубить как-то там батонить я не знаю даже с не отжатым замком в принципе возможно конечно же он у вас когда-то сломается может быть все даже замок сломается я видел но не река на контрпоинт кажется excel да он на тесте во время батонинга у владельца он сломался отломался зуб коромысла замка да все это возможно но укол сил это вероятно сведена к минимуму плюс такой тип клинка именно танто прочный мощный до самого его окончания мощный кончик но в то же время и резучий да нельзя резать на плоскости ну ладно как-то переживем для этого существует просто великое множество тьма других ножей чтобы резать им на дощечке филигранные дольчики нарезать этот нож совершенно про другое да и знаете и на доске вот у меня есть тест по продуктам нарезать что-то как приготовить раз в месяц или раз в неделю или раз в год я не знаю какой-то там борщ сготовить или же нарезать куда колбасу сало хлеб сделает он тоже это вполне нормально да не супер удобно конечно же зуб будет царапать вашу в доску любимую но можно это пережить главное результат а он будет выполнен и лично я от река я практически не ношу и иногда беру на карман часа знаете так чтобы развеялся просто с ним как по прогуляю в течение дня там сделал сделал пару фотографий может на дачке какой-то огурец порежу и все каждый день его не используют для меня он уж очень большой и ну как не то что массивный но все равно у меня сейчас вот первое место на каждый день это эндуро после приобретения все это 99 процентов времени у меня он находится и практически все я делаю этим ножом но река как я говорил я его никогда не продам это точно это нож знаете вот если потому как эндуро это хорошо это очень удобно легкий нож удобный в переноске удобный в обращении но все-таки но река он будет более универсальный он сделает любую работу и сделает ее хорошо итак обзор закончен а я сейчас выдвигаюсь дальше и покажу но наверное уже отдельным видео нахожусь в таком в интересном местечке это городок костижино поморское воеводство польша как всегда и это кладбище паровозов возле железной дороги находится здесь старые составы и немного паровозов старинных сейчас здесь пройдусь покажу все это дело на этом все конец связи